Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Поэтому Фёдор решил остаться в офисе и превратить его в танцпол Его танец прерывает уборщица и он отправляется домой В лифте он пересекается с Зоей Михайловной из универа Которая будет тут отыгрывать, знаете, такую женщину Которая переехала сюда из города Которым градообразующим предприятием является алкоголизм и недовольство Недовольство её вызвано тем, что на площадке теперь завёлся замечательный, в кавычках, конечно же, сосед Вернее, соседка От которой они, ох, ещё как натерпятся Ну, как бы всё к этому ведёт А ты не в курсе, что за блудница к нам сегодня въехала? Куда? В 232-ю, куда? Наглая, громкая Сразу видно, потаскуха Придя домой, Федя решает заняться тем, чем и занимается обычно одинокий мужчина его лет Нет, не то, что вы подумали Он решает клеить своё семейное древо Пока на площадке в подъезде происходит настоящий концерт К новой соседке по имени Алена приехал её бывший муж И бывший ВДВшник, Серёга Который решает устроить дебош Супер, ложись Понял? Раз, два Скрываю парашют Федя выходит, чтобы как-то помочь Серёга разложился на ступеньках, но вроде выжил По крайней мере, признаки жизни он подаёт Извините, может скорую вызвать? Он их отмутузит, они вызовут полицию, у него условка А если он умер? Серёж, за ВДВ! Ура! 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 От второй соседки по площадке всё решили скрыть мудацким способом В любом случае, нужно что-то делать, иначе тёти Шура участкового вызовет, если он Женя вызвал Харю бы тебе этой жувачкой залепить Алёна, пока они тянули по ступенькам Серёгу, её бывшего мужа, в квартиру Видимо, влюбилась, ну или как минимум, ей приглянулся, Федя Девках засиделись, вы, Фёдор Алексеевич Тем не менее, нормально поспать она ему не даёт Да, судя по всему, переспать с ней достаточно легко А вот поспать ночью с ней нет Утром к Феде приходит его такой же никчёмный друг Ну, слава богу, я уже представил себе всё самое худшее У тебя инсульт, ты умер, я остался совсем один Руку поднять можешь? Он типа представитель, знаете, такой карикатурной, недобитой интеллигенции Во время партии в шахматы Федя ведёт себя как-то странно И это не просто так Федя! Ау! Я у тебя первый раз за семь лет выиграл, ты ноль эмоций У него в голове, видимо, тоже поселилась идея А не организовать ли пару с этой соседкой Но так как он не уверенный в себе, это, мягко сказать, практически невозможно на данный момент Поэтому он решает просто подслушивать Ну что? В соседской квартире Алёна и её подруга Варя пытаются привести в чувство Серёгу Который всё ещё находится в алкокоме Ладно, есть у меня ещё один метод Никогда не подводил Серёжа Зайчик Здесь женщины Сразу две Я не знаю В чувство его привёл лишь шум в квартире у соседей И после этого все разошлись по домам А вот Алёна решает подкатить свои кулинарные таланты к Феде Федь, это тебе извиняшки за вчерашнее Нам всячески намекают, что весь юмор здесь должен типа строиться на том, что карикатурно умный интеллигентный парень И настолько же карикатурно тупая женщина, что по всей видимости прогуливала в школе даже перемены Будут пытаться создать пару Но этот юмор, который типа должен был смешить зрителей Тут настолько не смешной и беззубый Что способен развеселить только человека, который так, знаете, порядочно дунул Можно я тебе вопрос задам? Тебя совсем не нравлюсь, да? Почему? Вторые сутки знакомы и ни одного сального взгляда Ножки не заценил, грудь тоже Подкаты Алёна, конечно, придумала пиздец завуалированные Настойчивость у неё такая, что складывается впечатление, что после секса с ней должен выжить только один Федя, кстати, вроде не против Но по какой-то неведомой причине тупо не подаёт вида Звучит, в принципе, логично Прям очень логично Здесь столько же логики, как в поведении девушки, которая забеременела специально Только ради того, чтобы сделать аборт Пока они точили какие-то плюшки по рецепту зоны Там этот ваш бывший Блин, извиняться пришёл, зараза Вас выпустить? И штаны ещё снять, чтобы пендели ловить проще было Алёна, давайте я с ним поговорю Я недавно окончил курсы бесконфликтной коммуникации А вы пока в спальне подождите Шэнга сохнет А Шэнга это... Матрушка с картошкой У меня бабушка на Урале сидела, оттуда рецептик привезла А губы-то... губы блестят Тут просто картошки такого не будет У меня там секретный ингредиент А можно я потом рецептик запишу, Борю угощу? Квартиру нагрянул Серёга Не сразу он начинает подозревать, что его бывшая жена где-то тут Туалет пустишь? Нет А, ну ладно, я в лифте пасу Первая дверь справа Но потом всё-таки начинает подозревать Конечно же, подозревать он начинает в первую очередь из-за плюшек по рецепту зоны Я сцежу тебе своего майонезу Так хорошо, желудок с похмелья оболакивает А ты где эти Шэнги взял? Чё-то у них вкус какой-то особенный Кстати, стоит отметить, что смотрится Чадов в роли такого, знаете, быдловатого типа вояки Так же органично, как смотрелся Багалустян, например, в главной роли фильма «Война Балабанова» Всё, чем достигается типа нужный образ, это тем, что Чадов говорит типа вот так И это как бы зритель должен как бы типа верить в это Барышня же успела смотаться к себе И Серёжа решил романтично лезть к ней через окно А чё не открывала? Ну я так-то рассталась с тобой навсегда, опять На! Держи, держи, это тебе! Алёка, давай-ка, знаешь чё это? Обсудим без свидетелей, спокойно Вон у тебя уже цветы, мужик в раскоряку Спецоперация по проникновению в окно к бывшей жене, как вы понимаете, провалилась Полностью Провалилась на лебедей из покрышек Ироды! В начале второй серии Тучи продолжают сгущаться над главным героем Во-первых, Алёна напрягает его своим переездом И заставляет заносить её вещи в квартиру, потому что она не заплатила грузчикам Доставка до подъезда, вот здесь вот, чёрным по белому написано Мужичок, а чё, похоже, что я в подъезде живу? Ну сам-то логику включи, обычно от квартиры до квартиры Я повторяю, доставка до подъезда, дальше своими силами Какими силами? Я на интервальном голодании Силы есть, только свисток с утра нарисовать Федь! А? Выручи меня, раз этот манкинович меня кинул! Также у Феди в квартире лежит Серёжа Федя зачем-то взялся за ним приглядывать Мол, не мог он бросить человека в трудной ситуации и так далее Я пообещал врачу позаботиться о вас И сколько мне тут сидеть? Врач сказал, как минимум сутки покоя В общем, я думаю, вы догадались, что нас тут в сюжете ждёт Великая битва оленей Феди и Серёжи за Алену Которая, кстати, тем временем пошла к очередному наебателю Ой, простите, наебательнице Ну, вернее, экстрасенсу Которая ей там что-то обещала нагадать Мужчина вашей судьбы уже рядом А она сколько рядом? Шаговой доступности Также я вижу ваше прошлое, которое этот мужчина каким-то образом реконструирует Итак, Ален, вам надо присмотреться к тому, кто рядом Да, она намекает на Федю, но подруга почему-то агитирует за Серёжу Который явно готов, знаете, по пьяной лавочке подарить Алене на годовщину хук справа Слушай, а как ты думаешь, это она всё про Серёгу говорила, да? А ты знаешь, вернись и переспроси Извините, а это вы про того роскошного бывшего, которого я вчера из окна выкинула? Роскошного, да? Серьёзно ты? Нет, а что? Летал как орёл Вечером же будет праздник Алена будет отмечать новоселье На этот праздник жизни и ненависти соседей придут все и будут вести тупые, несмешные беседы То есть ты мне не рада? Мы с тобой вообще-то договорились дать друг другу паузу И вообще-то развелись Вообще-то я к этому новоселью имею непосредственно финансовое отношение Если ты не забыл Серёж А я спокоен Давай, пожалуйста, поговорим об этом позже, вдвоём Я вчера пытался вдвоём, потом полёт, тьма и укол в мякиш Полегчало? Да, полегчало! На этом мы сегодня остановимся Что же можно сказать в итоге? Ну, во-первых, это как бы комедия ключевая, как бы Только где здесь смеяться не очень понятно Попадание в образы просто 0 из 10, серьёзно Я прям вижу, как актёры пытаются притворяться этими людьми на экране Они пытаются сыграть эти образы Во-вторых, тема какая-то, ну, максимально заезженная Вот эти соседские воины, блин, всё такое И в целом всё это выглядит очень и очень посредственно Оно даже не развлекает Даже, блин, сериал Саша Таня Смотрится динамичнее, чем это Поэтому смотреть этот сериал я вам не рекомендую